привет друзья там что-то кран монтирует включился а у нас тут день это же заходит утепление ворот да и лёха готовит 4 4 36 в мою потому что что там в 8 стоит поэтому поставим то что попроси правильно а вот этот красивый мотор на котором написано им power мы думаем кому-нибудь продадим скажем так для про 2 он слишком избыточен на мой взгляд кстати да вот тут стоит точно такое же как мы собираем ну вернее мы сюда поставили точно такое же как и собираемся поставить у меня в серебристую вместо 62 потихоньку готовится 44 но новенькая фазы выставили буду надеяться все будет хорошо супер холодный термостат как разделили два контура мы вот тут вот заварили концентрация 36 гонок одна моя в боксе еще и того раз два три 4 5 6 в боксе 6 штук все гонки ни одной травоядной мы опять переместили все наши ну не все здесь вчера было больше здесь их все стояло штук пять наверно сейчас немножко 1 2 в боксе 1 1 в первом боксе это здесь стоит это привезли сюда ребята установили d3 просят подключить его будем заниматься чуть позже я прошу имею ввиду речь веду вам про то что может и хорошо что в этом году из-за коронавируса сезон такой всякой себе получился очень плохо конечно вот эти события которые на стране происходят но и это тоже наверно для меня положительный момент в плане отсутствия сезона ни в коем случае не положительный в плане того что происходит но в плане того что сезон такой себе потому что вот такая у нас происходит ситуация здесь стройка вот разбомбили забор занимаемся мы перевозкой и складированием собственного забора ну что в потемках мы как вы как загрузили артура тачку вот богу пашка ее там отсмотрел с большего там кое-какие моменты потому что у меня просто не хватало времени там что-то на нее смотреть я попросил павла павел помог хорошо немножко там посмотрел заменил пару шлангов таких которые вызывали сомнения будем надеяться что завтра артура пройдет все без сюрпризов надо сдать должное машина всего буквально пару небольших течей и там по пару шлангом возникли вопросы в остальном как бы машина показала себя достаточно надежно в плане того что в общем-то это 500 сильный корч боевой то есть в принципе не хватает только каркаса и пожаротушения и машина была бы полноценно прошлое ну вот и она своим ходом ездила в этом году много где то есть мы так примерно посчитали у нее суммарный пробег 4000 километров за этот год плюс очень много тренировок было в первой половине года во второй половине года как-то после пинского крыша артур так немножко охладел в плане того что нет каркаса в плане того что закрыты границы он не может выбрать купить себе нормальный шлем возможно конечно же какие-то психологические моменты которые ему надо было бы перерасти ну вот но опять-таки начались какие-то непонятные события на стране там то все 5 10 потом какие-то у него свои дела точно так же как и у меня у меня стройка на работе у него стройка дома он ее в конце концов закончил но тем не менее в общем вторая половина года было мало тренировок мало поездок но первая половина года была достаточно таки активная машина очень много чего прошла своим ходом сейчас наш товарищ артур занимается получением категории на лафет а пока что водителем буду я ну и также грубая я не могу оставить товарища то есть ему помогу плюс скажем так там же едет мой второй хороший товарищ которого мы делали тридцатку 750 turbo если вы помните кто смотрел мои блоги точно помнит вот поэтому я буду присутствовать в качестве тех поддержки тренерской поддержки спутерской поддержки и в общем то любой другой поддержки моих товарищей посмотрите какой меня кореш помощник что ты тут забыл в общем то почти все собрал долгану свой шлем артуру в очередной раз непрошлый шлем без эмалагации свой эмалагированный шлем оставлю здесь ну и собственно говоря все ребятки до завтра привет друзья артур главное действующее лицо на этих этого уикенда мы подъезжаем к стайкам будет проходить какой-то между собой чик честно говоря даже не знаю кто организатор в общем то и не важно я решил не ехать так как машина кашляет и надо и заниматься артура машина вот готова и это тоже в таком виде как она есть это будет в этом последнее наверно выезд дальше мы будем ее так глобально переделывать об этом я вам буду рассказывать потом но вот и наши стайки это картинговая вот тут вот движуха в начале там что-то еще есть в общем такой новый новый комплекс сейчас мы будем разгружаться потом я вам подсниму что тут будет происходить так ну что друзья греем двигатель греем масло я стараюсь не выезжать ни за 60 градусов температуры масла даже стараюсь не повышать высокообороты выше 3000 пока не набирает масло 40 градусов парни тоже выгрузились здесь немножко такой бардак но очень много людей как бы я думаю будет насыщенная программа несмотря на то что он там картингисты мочат и пофигу им на такую погоду юрка тут греет стал за свою м50 turbo греем ты зарегистрировался русел приехал на 28 вроде как вы 8 там потом посмотрим какашка осталось так друзья ничего не снимаю потому что дождь идет и зальет этот аппарат с которого я снимаю водой погода такая петух пацаны где-то там стоят на старте пока тренировки получается так средненько ну прикатаются еще привет погодка сегодня получше но асфальт все равно такой у нас что такое юрка так проверки ума сет плановый осмотр поверни руль просто особо не катилась а И её за счёт этого надо постоянно, типа, ну, понимаешь, как по груди. Типа, что, блин, ну, держака на жопе, типа, на хрена? Или на морде мало? На морде мало. Попробуй даже на маленьких вот этих, чтобы они это понимают. Это у нас русел. Приехал на 28-й, там М60 В80 стоит. И неплохо откладился на третье место. Артур откладился, кончено. Что руками машешь? Ну, что? Можешь, когда хочешь, да? Всё равно, очень рваная езда. Очень рваная. Ну, рваная, но ты хотя бы едешь. Я там нас бивал, пи***ь, да? Не, немного. Ну, и там, походу, нас бивал. Ну, то, что там, я не знаю, здесь на постановке немного. Я только слышу. Сейчас попробую вторым. Мне кажется, проще вторым будет чуть-чуть. Ну, и да, и нет. Везде свои нюансы. Я бы тебе рекомендовал на данный момент, не пытайся его догонять. Просто еди, повторяй. Пистая, бывшая, бывший мой мисл. Давай, давай. Всё нормально, Йон. Всё, здесь по компрессии с этой головой хорошо всё. Я не сломал, потому что между заездами очень много. Ну, держится всегда вот 95. Вчера такого не было. Ну, как в общем. Я просто не помогал Юрке, я не пошёл наверх. Передачи? Очень жёстко. Не хватает. Ну, едь на третий. Едь на третий и клочуй. Но, зато за мной очень сложно. А х**но ты, конечно, блядь. А чё, кого я х**но? Вот это дрифт, всё, блядь, да? А вот универсальчик, который мы ставили 4.4. Полуоську сломала. Вовка, конечно, крошит эту машину. Просто каждый этап она разбита в говнище, блядь. Каждый этап, каждое соревнование. Раз в две недели там. Она просто разбита, вовь, просто в говно. Такой мотор теперь стоит в моём мисле. Бывшем. Бывшем. Пацанов, может случиться техсход нечаянно. Сейчас предпринимаем все усилия. Мелочь, но неприятное потёк цилиндрик сцепления. И сцепления не стало. Так что, да, бы не хотелось, чтобы так вот закончилась годка. Ну что, друзья, вот так вот проходит нашу участие, как вам ясно. Произошло что-то непонятное. Артур уезжал вторым и вернулся первым. Чёрт, не пойми. Посмотрим, что будет дальше. Ну и так бывает. Ну вот и съездили мы в Минск, вернулись в Брест. Не зря говорят, Брест – это белорусская Одесса. У нас всегда теплее, всегда солнечнее. Вот даже сейчас. Ну, так, надо подвести, наверное, итоги нашей поездки. Сделали много выводов. Первым днём я был максимально недоволен погодой, тем, что делал Артур и, впрочем, как проходил, грубо говоря, весь день. Второй день прошёл гораздо лучше. Из чего сделан вывод, что у Артура пока что получается по-сухому лучше ехать, чем по-мокрому. Во-вторых, мы жутко не попали в редукцию для сухого. Он мог бы пройти дальше, но, скажем так, в редукцию мы сильно не попали. Ну и как бы на этом, наверное, все выводы. Дальше мы будем готовить её уже к следующему сезону. Будут достаточно глобальные переделки этой машины. Так что следите за нашими новостями. Как бы, наверное, всё по этой машине. 4.4 уже готовится. Тут вот буквально сегодня пришли новости о том, что 7-8 ноября, возможно, будет ещё одно мероприятие. То есть сезон ещё никак не закончится. Такой сезон, непонятный сезон, которого как бы и не было, но как бы он был. То есть официальных мероприятий не было, но была куча всяких полуофициальных, каких-то других разновидностей. Про 2, стрита, каких-то просто дрифт-эвентов от, скажем так, других организаторов. Ну, раньше у нас только Айк делал, рейсинг-бай делал или дрифт. Но это было ПРО. ПРО в этом году не состоялось. По многим причинам начинает коронавирус и заканчивая тем, что сейчас у нас здесь происходит в стране. По Артура машине, я думаю, если это мероприятие ещё будет, то мы пока её придержим. Он, наверное, ещё тоже съездит. Ему надо больше тренироваться. И вчера мы по дороге назад это обсуждали. Ну, в общем-то, и всё. Вот съездим ещё на одно мероприятие, скорее всего. Всё, пока, ребятки. До следующих выпусков.